Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о зимних товарищеских матчах, которые проводят российские команды, и сосредоточимся на противостоянии Спартака с очередным казахстанским коллективом. Не так давно красно-белые разгромили Кайрат с каким-то даже неприличным счетом, и после этого мы узнали о том, что Спартак сыграет еще одну встречу против коллектива из Казахстана, на этот раз против Астаны. Так что здесь у представителей казахского футбола будет шанс поквитаться. Хотя я не думаю, что Астана будет прям так уж настроена на то, чтобы отомстить за Кайрат, все-таки отношения там не самые простые и однозначные, но желание победить, наверное, все равно будет, потому что Спартак так или иначе остается серьезным раздражителем. А когда у вас еще и тренер, это бывший, ну скажем так, наставник ЦСКА, там до сих пор идут споры касательно того, какую роль занимал Бабаян в ЦСКА. Был он помощником или де-факто главным тренером при тренерском штабе, где он числился помощником. То есть там длинная история. Но смысл в чем? Наставник ЦСКА точно настроит свою команду Астану на битву против красно-белых. Поэтому здесь хочется верить, мы получим полноценный футбол. А то последние три матча Спартак просто громит своих соперников и никакой интриги. Вот так даже смотреть неинтересно. Давайте обсудим очередной матч красно-белых. Но сперва. Хотелось бы напомнить, что мы всегда Спарри. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает. Она делает просмотр футбола еще интереснее. На мой взгляд, это лучшее приложение к спорту. И сейчас у них есть отличный подарок для вас, для зрителей моего канала. Вы можете получить фрейбет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал. Там вас ждут все инструкции, с помощью которых вы сможете получить тот самый подарок. Ну а дальше потратить его по своему усмотрению на официальном сайте этой компании, на их приложении. Там все удобненько, модненько, множество событий по видам спорта самым разным. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Итак, я думаю, никто не будет спорить с тем, что Астана здесь все-таки смотрится андердогом в рамках противостояния со Спартаком. У Спартака более звездный состав, подбор исполнителей совершенно иного масштаба и так далее. Всем все понятно, но... Но Астана — это очень крепкий коллектив, организованный, дисциплинированный, и он может дать бой. И почему? Ну давайте разберемся. Первый момент, который я уже упомянул, — это тренер Бабаян, который в ЦСКА работал и вообще является очень интересным специалистом. И он является специалистом уж точно более опытным, чем Абаскаль, если брать наш, так скажем, постсоветский футбол. То есть Бабаян прекрасно знает Спартак. Их традиции, их стилистику, их формат игры и так далее. Абаскаль же для нашей страны человек новый, поэтому здесь, ну, будет определенное преимущество с точки зрения тренерской мысли, скорее всего, у Астаны. Бабаян видел Спартак и играл против него еще в те времена, когда Абаскаль сюда не приехал. Это важный фактор. Важный фактор и то, что Бабаян, скорее всего, выстрелит оборонительную игру. Он действует по схеме в три центральных защитника, по плотной схеме, защитный. И, скорее всего, будет пытаться Астана здесь работать на контратаках, на контровыпадах. И такой стиль очень часто бывает неудобен для Спартака. С другой стороны, три матча подряд, как я уже сказал, против Спартака играют от защиты и сплошь крупные победы. Но, опять же, будем объективны и в другом нюансе, у Астаны состав сильнее, чем у Кайрата и чем у других предыдущих вот этих соперников Спартака, которые были разгромлены за последнее время. Астана должна показать нечто большее. Также отметим фактор физики. У Астаны достаточно крепкий состав в плане атлетизма. Много ребят таких латиноамериканских, темнокожих из Африки или там белорусов с африканскими корнями, даже такие ребята есть, которые могут здесь попытаться, если не переиграть Спартака, то, так скажем, забороть его физикой. Поэтому здесь определенный плюс в этом тоже имеется. Как и то, что последний на данный момент матч между командами закончился в пользу Астаны 3-2. Это был 18-й год, товарищеский матч. Давненько это уже было, конечно, но это, опять же, лишний раз подчеркивает, что для Астаны Спартак, конечно, это особо и раздражит. Желание показать себя против красно-белых, ну, оно всегда есть. Как-никак известная кричалка от Москвы до Бреста нет такого места, где бы не болели за Спартак. В Казахстане, конечно же, многие также болели за Спартак, за команду еще времен Бескова и так далее, еще советских времен. Поэтому для многих матч со Спартаком это особый день. И здесь настрой, конечно, будет серьезный. К тому же, то, что я упоминал уже много раз, российский чемпионат это очень хорошее место для казахстанских футболистов. Потому что в России они не считаются легионерами, то есть выгодны российским клубам. Поэтому в России платят очень хорошие деньги. Поэтому здесь у многих казахских игроков может появиться желание показать себя как следует против Спартака и, возможно, завоевать шанс на контракт. Либо со Спартаком, либо с другими российскими клубами. А там дальше, ну вот, Алипом из Зенита, по слухам, Реал интересуется. Неизвестно, конечно, насколько это правда. Но, тем не менее, как трамплин своеобразный в европейский футбол, российский чемпионат по-прежнему интересен. Это тоже важный нюанс. Ну и денег там можно много заработать. Поэтому личная мотивация, конечно, будет очень серьезная у многих футболистов казахстанского коллектива. Но при этом, ну, Спартак сильнее по составу, я это уже упомянул. Спартак три матча подряд громит своих соперников. У Спартака мощная обойма. Но Спартак, ну, Спартак сейчас действительно хорош. Но это товарищеские матчи. Это матчи, где всегда идут эксперименты, какие-то нововведения. Поэтому здесь, во-первых, не следует воспринимать успехи Спартака как какой-то мега-показатель. Это не означает, что команда прям великолепна. Всякое бывает. И вспомните, сколько раз после успехов в товарищеских матчах Спартак дальше шел на спад. Это во-первых. Во-вторых, в товарищеских матчах всегда все очень нестабильно. Тут недавно Спартак 3-0 проиграл, а после этого три матча подряд громит соперников с неприличными результатами. Ну, то есть здесь сложно что-то прогнозировать. И поэтому в этой истории просто констатируем факт, что Спартаку в этой встрече должно быть очень нелегко. Соперник опасный.